Путь к первому в жизни образованию тернист и небезопасен. Родители дошколят, опасаются, что осенняя непогода вскроет все проблемы. Асфальтовое покрытие во многих детских садах уже давно требует замены, как, впрочем, и прилегающей дороги. В проблеме разбирался Игорь Кранцев. Несмотря на то, что ничего не мешает детсадам начинать полноценную работу с сентября, родители ежедневно звонят с вопросами. А то и приходят узнать новости об эпизомелодической обстановке. Дочка закончила в этом году, выпустилась в школу. Она у меня была в логопедической группе, средняя тоже. Это очень удобно, когда образовывается на детском саду. Обычно у меня есть специализированные логопедические группы. Я всех вместе экономила время и нервы на все сборы. И им удобно в одном садике все вместе. Младшее поколение многодетной семьи Николаевых посещало или посещает детсад номер 16 на Нижней террасе. Здесь 12 групп на 300 детей, в том числе 4 логопедических. Здание уже почти четыре десятка лет. Но в последние годы оно преобразилось. На детском саду заменены оконные блоки. Сейчас в сентябре у нас ожидается ремонт кровли, выделены деньги. У нас заменены трубы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения. И проведен ремонт канализации. За это время сделано очень много. И вот сейчас у нас насущная проблема – ремонт асфальта. Речь не только о дорожках внутри детсада, но и о подходах к нему. В дождливую погоду, как говорят местные жители, порой к садику просто не подойти. С подобной проблемой сталкиваются и жители других микрорайонов в различных частях Ульяновска. Обращаются с просьбой решить вопрос в разные инстанции. В городской думе говорят о готовности выделить средства. Мы просим, чтобы управление образования сформировало программный продукт, в который заложим деньги на ближайшие думы, когда будет формироваться бюджет города Ульяновска на 2021 год. И в 2021 году было отремонтировано асфальтовое покрытие в этих детских садах. Таких детских садов по городу достаточно. В настоящее время составляется список детсадов, которые могут войти в программу. В первую очередь речь идет о детсадах, расположенных в старых микрорайонах. Например, на нижней и верхней террасах. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.